Всем привет! Сегодня у нас видео будет для туристов, для иностранцев, в которых живут сложившиеся ситуации, актуальны сейчас. С кем нам будет жить лучше, кого выберут. Я это очень часто сейчас в соцсетях на русском языке слышу, около турецких, кто здесь живут, иммигрантов русскоязычных, кто русским языком пользуется. Я имею в виду и страны СНГ, и наши все прочие, все об этом говорят. А что будет? Просто история про ВНЖ, станет ли с ними попроще как-то, будут ли их выдавать, когда пройдут выборы. И есть такое мнение, меня о нем в принципе спрашивали, то есть это по сути запрос, я хочу поделиться своим мнением на эту тему. И в соцсетях существует мнение о том, что если останется партия, которая есть, то ВНЖ потом начнут выдавать, все будет так, как раньше. И для иммигрантов лучше, чтобы выбрали, например, Радагана, чтобы он переизбрался. Нам так спокойнее, как минимум полтора года идет война, санкции не применяют, а если демократы придут, они будут сближаться с Западом, с Америкой, санкции точно ведут и так далее. Просто мое личное мнение, как я вижу эту ситуацию, я не претендую на истину в последней станции, на какую-то экспертность, я говорю здесь по жизни, по ситуации, о менталитете здесь, турок, что можно ожидать. Я не сторонница ни того взгляда, ни этого абсолютно. Я сейчас расскажу по практике, что я здесь годами наблюдаю, к чему мы по факту приходим, возможно, размечая вот это убеждение, этот миф. Во-первых, мне кажется лично, что ничья жизнь иностранцев здесь не улучшится, не упрощится получение документов, продажи недвижимости и так далее, и так далее, вне зависимости от того, кто придет к власти. Здесь очень миксованное мнение. Вот смотрите, здесь ситуация в Турции россиян и санкций, это одна тема политическая. А иностранцы ВНЖ, это другое совсем, это надо разделять. Хотя, например, россияне, они попадают и в ту, и в ту кучку, да. Сейчас объясню, почему. Если мы берем вопрос иностранцев, ВНЖ, проживания в Турции, оформления документов, продажи жилья иностранцам и так далее, вот эту заваруху мы все попадаем, неважно какой ты национальности. Кто бы ни пришел к власти, политическая какая партия. Здесь очень острый вопрос иностранцев. Сейчас ВНЖ отказывают всем, а в первую очередь сирийцам, потому что их катастрофически больше, больше, чем стран СНГ, чем россиян, чем каких-то иностранцев, сирийцам. Это больная тема в стране сейчас. И упор идет на них. И вопрос, который по ВНЖ был принят о, скажем так, ужесточении принятия ВНЖ, то есть документы, вот этот пакет, который требуется, к этому давно на самом деле шло. И его сейчас, тот, кто считает, что если выберут президента, останется президентом Эрдоган, все будет окей, зашибись, сомневаюсь, ребят, потому что вот сейчас ужесточение ВНЖ перед выборами для политических взглядов в стране жителей сделала партия, которая сейчас в власти. Почему вы думаете, если опять она останется, то станет лучше? Лучше отката назад уже не будет. Значит, список документов о получении ВНЖ, мое мнение, останется, скорее всего, прежним, как оно есть и сейчас, вот этим ужесточенным. Потому что им надо фильтровать. И не из-за россиян наехавших, или беженцев, или еще из-за сирийцев в первую очередь. Потому что вообще затык весь с иностранцами происходит, потому что забирают рабочие места. Да, это первое, они платят при этом налоги, нелегально работают. И второй затык – это недвижимость, которую занимают и покупают. И сирийцы в плане работы нелегальной – это самые большие конкуренты сейчас на рынке среди иностранцев. Они берутся за любую работу, легально-нелегально, за любые копейки, не оставляя работы местным, официальной и легальной с уплатой налогов. Затем у нас уйдет страны СНГ, тюркских народов. Я не буду их перечислять, их очень много, но очень много тюркских народов сейчас, тюркоязычных, да, они переезжают. Они последние лет пять, там, условно, обострилась эта ситуация. Религия, потому что идет исламизация общества сейчас политическая, ислам с политикой смешан, им здесь комфортно. Затем после религии у нас идет язык, который они легко понимают, правила жизни, менталитет похожий, и поэтому здесь очень много. Поэтому в некоторых таких странах СНГ бывших, в них запрет на уехать в Турцию трудно. А в Турции их очень трудно им выдают также ВНЖ. Что-то про них никто не вспоминает сейчас, да, но это угроза тоже есть. Поэтому история с иностранцами ВНЖ в стране, кто бы ни пришел в власть, останется такой. Это мое мнение, да, никакой экспертности. Мое мнение по ощущениям, по опыту здесь. Кто бы ни пришел к власти, у них первично население здесь в стране, в том плане, чтобы не было протестов, митингов, недовольства общества. Потому что общество сейчас наколено, на напряге огромном. Очень много людей, как минимум 50% в стране, и даже, на самом деле, больше, по факту недовольны своей экономической ситуацией, социальной, жильем и всем прочим. Поэтому иностранцы в политической игре, это всегда удобные рычаги давления на общество. Смотрите, мы для вас что-то делаем. Смотрите, мы ужесточили правила. Иностранцев будет меньше и так далее, и так далее. То есть эту карту, кто бы ни был у власти, всегда будут разыгрывать, будут это использовать. И это в любой стране было, абсолютно было. Поэтому надеяться на то, что вот этого выберут, не выберут, станет лучше, легче, посмотрим, что будет после выборов и так далее. Это, на мой взгляд, ерунда полная. Это будет и было, этот рычаг давления будет использовать. Потому что иностранцы, они бесправны абсолютно. Если вы думаете, вот же, мы привезли деньги в экономику, в казну, купили жилье, вложились там, открыли пейс, что-то там еще, 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 все прочее. Да, классно, вам скажут за это спасибо, но в приоритете будут местные всегда. Потому что местные выбирают партии и президента. А иностранцы получают ВНЖ на полгода, на год или на два года. И когда ВНЖ заканчивается, они уезжают. И, ну, либо продлевают, если они послушные, хорошие и приносят денежки в казну. Но они не идут на выборы. И на них никогда политики никакую ставку не сделают. Сколько бы вы денег сюда не привезли, сколько бы вы в экономику сюда не вложили. Тут в первую очередь всегда в стране, так как жива оппозиция, но не политическая, а оппозиционное большинство в стране. Я про людей, не про политиков говорю, если люди недовольны, чтобы они были довольны, чтобы как-то с ними пойти на контакт, чтобы они потом пошли за тебя голосовать. Потому что здесь еще выборы, что-то в стране решают, как минимум. Поэтому выводы сами напрашиваются. Всегда иностранец будет здесь в меньшинстве. Никто о нем думать, заботиться о его комфорте, о его удобствах не будет. И сейчас, в данный момент, пока мы еще при этой партии находимся, выборы не прошли. Какая политика идет, посыл людям. Хотите быть туристами? ВНЖ. Туристический вид на жительство в стране. Ты турист. Так будь туристом. То есть приезжай. Вот у тебя есть, например, у СНГ многих без виз на 60 дней. Потом пересек, ран визы сделал еще 30 дней. Раз в полгода. Вот так. То есть достаточно, пожалуйста. Зачем тебе вообще документы даже здесь получать? Или открывать какие-то банковские счета, налогоплательщика, ИНН открывать и тому подобное. Короче. Воспитание другое. Менталитет другой. Это раз. Два. Турки в первую очередь про денежки. Про выгоду для себя. Поэтому кто бы ни был у власти, прошлая партия или какая-то новая коалиция придет. В первую очередь это вопрос про бабки. Будут делать то, что выгоднее для них в первую очередь. И сильно этого бояться как бы не стоит. Может, кому-то хочется, чтобы это здесь было. Кто-то этого ждет. Скорее всего, этого ничего не будет. Я считаю, итог подведу, что останется как было во всех сферах. Я надеюсь, как минимум, на это и этого мне хочется. Время, в общем, покажет, что будет. Я, честно, просто тем, кто надеется, что будет как-то лучше после выборов, не надейтесь. Я считаю, что останется все как было, как есть, как сейчас. Карта иностранцев, беженцев и ВНЖ. Вот эта вся история будет разыгрываться так, как удобно здесь внутри политикам. Кто ждет каких-то послаблений, не ждите, на самом деле. Лучше не будет, честно скажу. Лучше навряд ли. Это политикам выбранным, неважно кому, кто придет к власти. Невыгодно вам что-то улучшать. Если что-то ждет особо наколение страстей, каких-то санкций, какой-то там русофобии, о том, что я читала, тоже особо не ждите. Я не думаю, что это будет. Воспитание менталитет здесь тоже другой. Здесь таких открытых конфликтов не будет. Турки — это про шушу, это про за спиной, но не прямо в лицо. Менталитет другой. Так что кардинальная ситуация в этом плане тоже не поменяется. Это просто не по их. Не принято так. А социальное, общественное одобрение, как принято, для этого менталитета на первом месте. Посмотрим, что у нас будет дальше. И даже это сразу изменится не после выборов, когда кого-то выберут. Посмотрим, что будет. Для этого нужно пройти месяц, два и так далее. Потому что сейчас в стране, кто бы ни пришел к власти, не до иностранцев сейчас совсем, не до этих вопросов. У нас трещит экономика. У нас прогнозируется очень много статистики по подъему курса доллара и падению лиры. То есть, ребят, в общем, тут сейчас не до иностранцев будет совсем. После выборов я имею в виду. Надо стабилизировать ситуацию, которая у нас здесь сейчас происходит. Спасибо всем за внимание. Жду ваших комментариев под видео. Что вы думаете, например, по этому поводу? Я опять повторюсь. У меня никакой экспертности. Я просто здесь говорю, что вижу о людях, что наблюдаю последние годы, какие тенденции, что у нас здесь есть в стране. Спасибо вам за внимание. Кто интересуется новостями в Турции, самыми свежими, актуальными новостями, которые не показывают по телевизору, которые есть в интернете, в свободном доступе, общественное мнение людей, чем турки на самом деле интересуются, то подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Свежие новости Турции. Спасибо. Всем пока.